всем привет моя задача состоит сегодня в том чтобы восстановить справедливость а заключается она в следующем довольно многое встречаю людей и последнее время и до последнего времени людей продвинутых умных которые слушают джаз-рок фьюжн авангардную музыку серьезную музыку а также глэм-рок всячески во всех его видах я его тоже очень люблю кстати говоря и вот они с таким каким-то пренебрежением относятся группе deep apple там а эти слушают deep apple с ними все понятно а что deep apple deep apple deep apple это одна из тех групп которые не просто вошли в историю современной музыки ну или если ужать это понятие в историю рок-музыки и вошли так что их не выкинешь уже никуда вот да они играют в таком стиле они играют тяжелый рок слава богу играют до сих пор и что эта группа является чтобы кто не говорил одной из главнейших групп в рок так называемой рок музыки и ничего с этим не поделаешь я эту группу очень люблю много лет с вот с такого детства был маленький и переписывал у соседа своего не вальдемара у другого у другого у сережи переписывал на монофонический магнитофон my woman from tokyo я как я перся от этого дел очень здорово это первое что касается справедливости я ее восстановил до deep apple навсегда вторая часть восстановления справедливости это отношение тех кто любит группу deep apple к периоду стива морса я очень люблю период стива морса считаю его и не я один а вообще в принципе считают миллионы людей не побоюсь этого этой цифры морс замечательным музыкантом великолепнейшим гитаристом супер аранжировщиком и отличным композитором в своих своих собственных проектах он это доказал это вторая часть восстановления справедливости третья часть восстановления справедливости это вот эта пластинка которая как-то выходит за рамки но это я заметил в общении с многочисленными меломанами выходит за рамки обсуждения вообще музыки deep apple мало того что это период морсовский так это еще и репчер овда deep эта пластинка как это проходит не знаю почему проходит как-то стороной как-то мимо а я этот альбом очень люблю как и все пластинки с морсом между прочим и когда говорят что это какой-то такой проходной альбом неудачный репчер овда deep 2005 год мне становится странно и удивительно потому что на мой взгляд альбом очень хороший и не только на мой взгляд он достаточно неплохо продавался в англии в америке он не занимал места в первой десятке там по продажам но там 15 20 место это совсем неплохо поверьте мне даже 100 место это неплохо плохо когда вообще никакого места нет а вот это вот выше среднего то что называется это очень даже и хорошо репчер of the deep хороший альбом не понимаю что что людям не нравится в нем здесь есть в общем-то все все то новое что появилось у deep apple с приходом стива морса и все то старое за что продолжают люди моего возраста а также помоложе а также совсем помоложе эту группу любить то есть рифовая вот эта тяжесть которую привнес там свое время ричи блэкбур любимый сотнями тысяч поклонников тяжелой музыки тяжелого рока и гитаризма всяческих клавиши правда здесь не лорд играет а дон эйри но играет все как надо все в той же манере собственно deep apple остался и вот эта пластинка она гораздо больше похоже на deep apple чем несколько альбомов с любимейшим многими речи blackmore не буду называть даже название этих альбомов которые гораздо меньше похоже на deep apple чем вот эта пластинка несмотря на то что здесь и дон эйри и стив морс да и нету лорда и blackmore а это настоящий deep apple deep apple скажем так с произношением будьте осторожнее потому что deep apple это не deep apple это гораздо мягче произносить deep apple пластинку записывали 2005 году как я уже сказал месяца три по моему или два в общем не быстро не долго нормальный процесс в записи а сочиняли во время тура все песни сочинены во время придут тура который предшествовал записи в отелях в автобусах везде на остановках в ресторанах и это очень здорово песни получились очень живые и тут как я уже говорил есть все все что надо money talks первая песня классический deep apple по построению по структуре песни абсолютная классика просто как будто вчера был файл сегодня rapture of the deep money talks очень хорошая штука с восточными мотивами неожиданно которые здесь вплетаются появляются ни с того ни с сего казалось бы и идет такое рубилово прямое deep apple ловская рифовая с тяжелыми рифами гитарными которые морс прекрасно играет прекрасно справляется с этим с этой тяжестью хотя он в общем такой пришел из джаз роковых проектов своих но тем не менее money talks дальше идет у нас girls like that это вообще просто классика хотя в отзывах я читаю комментарии разные говорят но girls like that такая проходная песня она такая же проходная как я не знаю там как весь как весь альбом тот же там штамм брингер например если убрать первую песню штамм брингер хитовую весь весь остальной альбом штамм брингер он не лучше чем песня girls like that абсолютно туда же просто очень кайфовая deep apple ская штука wrong man продолжение праздника продолжение банкета если вы не узнали группу deep apple то не узнаете ее никогда и нигде и ничего даже если будете слушать там бёрн и in rock все равно не узнаете если по wrong man не узнаете эту группу и главное изюмина на мой взгляд вообще здесь есть несколько песен ради которых только стоит купить эту пластинку и кстати говоря купить пластинку очень хорошо восстановить восстановление справедливости продолжается то что вечный спор о первопрессах и новоделах он закончился я вас этим поздравляю пластинка 2005 года она никак кроме как новоделом быть не может по определению потому что она вышла в 2005 на таком цветном виниле на тяжелой массе и вот вам новодел эпоха новоделов и первопрессов заканчивается потому что вся современная музыка более или менее современная выходит в виде того что с презрением винильщики называют фу новодел но тогда не выбросите пластинки radiohead выбрать выбросите deep apple выбросите всю современную музыку мы остановились на чем а на том что несколько песен здесь есть ради которых просто стоит эту пластинку купить но моя любовь money talks rapture of the deep заглавная песня просто шедевр просто шедевр здесь играется уже не deep apple здесь играется прогрессивный рок это наверное первый альбом deep apple который показал крен в сторону прогрессивного рока в отличие от прямого хард-рока который всю жизнь в общем-то игрался командой и уход в прошлое совсем уход к первым трем альбом к нормальному английскому прогрессивному року первые три альбома состава mark 1 до как вы помните это все туда же только звук современный настроение другое ритмы другие темп жизни другой все изменилось и rapture of the deep это такая мини-сюита тоже с восточными фразами здравствуй восток хотя как говорил поэт и писатель запад есть запад восток есть восток вместе им не сойтись прекрасно сходятся здесь в музыке deep apple rapture of the deep песня номер один ради которой стоит купить этот альбом money talks песню номер 2 ради которой стоит купить этот альбом junkyard blues на последней стороне предпоследняя песня которая начинается просто я не знаю специально или не специально начинается с гитарных фраз а-ля blackmore в чистом виде и даже тембр гитары стива морса который абсолютно не похож никогда и нигде на стратокайстер blackmore здесь очень похож начало такой вот интро этой песни гитарная она прямо как будто раз как будто blackmore заиграл ну немножко другой тембр но очень близкий и тут прекрасный дуэт дона ирина фортепиано такой джазово джазово-блюзовый в джазово-блюзовом манере и соло замечательная стива морса просто прекрасная песня и конечно before before time begin последний номер это просто арт-роковая сюита неожиданное мощнейшее грандиозное эпическое полотно из нескольких частей но будем говорить что из двух так для упрощения из более-менее такой плавный нежный не скажу нежный относительно тихой части почти с речитативом я на киллана переходит в такой дженесисообразные просто какой-то я соподобные вандер графа генератора близкий прогрессивный британский рок чтобы ах боже мой и при этом все это остается дипепу потому что голос гилана хотя и вот га вот хотя и вот говорят а голос уже не тот уже он так не поет аха а как должен петь пожилой человек таким же соловьиным голоском как 20-летний что с ума-то сходить голос зрелого взрослого мужика который поет и серьезных вещах серьезные песни сложно выстроенные композиционно красивые и взрослые во всех смыслах и очень здорово мне мне очень нравится то что дипепл играет музыку сшена адекватную своему возрасту это очень это вызывает уважение вот чтобы я сказал это но это вот три песни и 44 песня назвал которые просто сразу сразу они они не являются тем что называется хит такой радийный такая музычка которую сразу запоминаешь там как какая-нибудь там не знаю не буду называть даже эти группы чуть-чуть фу на вас еще раз не буду в этом в этом понимании это не хиты но это очень мощные очень сильные и в памяти остающиеся надолго песни только ради этих четырех уже как бы эту пластинку называть стоит купить стоит иметь стоит слушать и все дальше мне очень нравится произведение mtv сложное по музыке хотя такая около блюзовое тоже построение по гармонии но только около потому что после начала вот этого приближенного к блюзовому квадрату идет развитие идет в одну сторону в другую в третью жанрово даже меняется внутри песни это полотно и это конечно выстраданное произведение когда музыканты одурили уже за долгие десятилетия от всяких журналистов от масс-медиа от телевизора от этого идиотского мтв от идиотских псевдо-рок радиостанций и все что они хотели сказать вот этим рок-журналистам они здесь и сказали собственно у любого музыканта с определенным багажом работы на сцене или в студии есть что сказать рок-журналистам уж поверьте потому что больших идиотов чем рок-журналисты я не встречал ну разве что еще журналисты которые говорят о политике там тоже все в порядке с мозгами ну и ведущие светских хроник конечно там уже клейма негде ставить это отбитые просто наглухо уже люди там там совсем ничего нет еще идиотские идиотская когорта людей которые называются кинокритиками тоже полный вперед кинокритики умерли давным-давно в начале 90-х годов раньше была кинокритика потом она но я отвлекся до об этом отдельно мы поговорим я специально ролик запишу про кинокритиков про политических обозревателей и про все остальное back to back привет настоящему deep apple все в порядке kiss tomorrow goodbye туда же и конечно как лирли quite absurd божественная песня вообще не похожая на deep apple но она так хороша что и не надо быть похожей на deep apple чудесная мелодия изумительные фразы гитарные стива морса фразы повторяющиеся и иногда он играет искусственными флажолетами эти фразы это настолько красивая песня что вот эти четыре которые я назвал ради которых стоит купить альбом да но пятая песня вот это крылья quite absurd это просто однозначный шедевр так что rapture of the deep 2005 год deep apple всегда с нами и про deep apple я пожалуй запишу вообще про все альбомы наверно ролики потому что deep apple это deep apple за него я и выпью сейчас вместе с вами пока альбомы наверно Продолжение следует...